Тревожный симптом. Неужели Щербакова подошла к чемпионату мира не в лучшей форме? С одним четверным прыжком Аня будет очень сложно победить Трусову. Или команда Тутберидзе просто идет на хитрость? На чемпионате мира в Стокгольме еще до старта турнира случилась большая и довольно неприятная неожиданность. Главная фаворитка женских соревнований Анна Щербакова собирается исполнить всего один сложный прыжок на две программы, в то время как у ее основных конкуренток таких элементов в три раза больше. Неужели лучшая фигуристка России не успела набрать форму к главному старту сезона? Или команда Тутберидзе просто усыпляет бдительность соперниц? Японка Рика Кихиро готовится к уникальному достижению. Перед каждым турниром фигуристы обязаны выслать организаторам планируемый набор технических элементов. Этот контент не является окончательным и неизменным, но позволяет составить впечатление о технической мощи участников и дает более-менее твердую почву для прогнозов. В контенте, заявленном фигуристками на чемпионат мира в Стокгольме, суперсенсации не обнаружено. Элементы ультра Си. Тройной аксель и четверные прыжки. Планируют исполнять четыре фигуристки. Все три россиянки и японка Рика Кихиро. Елизавета Туктамышева предсказуемо заявила три тройных акселя. Сольный в короткой программе, плюс сольный в каскаде с двойным тулупом в произвольной. Лиза выступает с таким контентом уже третий сезон и при чистом исполнении своих коронных прыжков будет претендовать на медаль. На тренировках ученица Алексея Мишина прыгает четверной тулуп. Но на чемпионате мира фигуристка решила обойтись без неоправданного риска. Другая специалистка по тройному акселю, японка Рика Кихиро, все-таки порадует зрителей усложненным контентом. Ее произвольная программа начнется с четверного Сальхова. На международных турнирах Рика Кихиро этот прыжок еще не приземляла, зато попытка на чемпионате Японии получилась близкой к идеалу. Кроме того, Рика по разу исполнит сольный тройной аксель в каждой из программ. Таким образом, только у японки есть шанс стать первой фигуристкой в истории, исполнившей тройной аксель и четверной прыжок в одной программе на чемпионате мира. Трусова пойдет на три четверных. Заявка Александры Трусовой пролила свет на готовность феноменальной ученицы Евгения Плющенко. Судя по всему, русская ракета не будет прыгать тройной аксель в короткой программе. Саша шла на этот элемент в начале сезона, но на чемпионате России Кубки Первого канала отказалась от него из-за проблем с ногой. Зато по количеству четверных Александре предсказуемо нет равных. В произвольной программе в Стокгольме Трусова планирует исполнить сложнейший каскад четверной тулуп, тройной тулуп, а также сольная квад-тулуп и квад-лутс. Значатся в ее заявке и самые сложные из каскадов с тройными – лутс, виббергер. Если Саше удастся воплотить планы в жизнь без грубых ошибок, то лишить ее золота чемпионата мира не смогут ни соперницы, ни судьи. В этом сезоне Трусова уже приземляла три четверных на этапе Кубка России в Казани, правда тогда все же не обошлось без падения с четверного тулупа. Щербакова сильно уступает Трусовой. Главная неожиданность связана с контентом Анны Щербаковой. Причем есть все основания назвать ее неприятной для российских болельщиков. Трехкратная чемпионка России заявила на произвольную программу только один четверной прыжок – сольный флип в самом начале проката. И если в короткой программе у нее будет небольшое преимущество над Трусовой по сложности, то в произвольный контент Саша значительно сильнее. В основном болельщики и специалисты ожидали от Щербаковой два четверных, поэтому решение ее тренеров кажется очень тревожным симптомом. Неужели она подходит к чемпионату мира не в лучшей форме? На чемпионате России обе девушки прыгали по два четверных в произвольной, и тогда Щербакова за счет более высоких надбавок от судей, опередила Трусову по оценке за технику на 8,95 балла. Если же в Стокгольме Анне пойдет на один квад, а Трусова чисто сделает 3, то ее оценка за технику при прочих равных будет выше как минимум на 5-6 баллов. И это при том же соотношении судейских надбавок, которое было в Челябинске. В принципе, даже с отставанием в два четверных от Трусовой Щербакова имеет шансы на лидерство, однако на практике такая возможность минимальна. Почти наверняка и надбавки, и оценки за компоненты на международном турнире у Анны будут значительно ниже, чем на российском. Таким образом, заявляя один четверной, команда Тутберидзе отдает инициативу Трусовой и Кихире, ведь их чистое катание почти наверняка оставит Щербакову без золота. Тутберидзе идет на хитрость. Вероятных причин для такого решения две. Либо Анна продолжает испытывать проблемы со здоровьем и не успела набрать форму к чемпионату мира. Либо в Хрустальном настолько уверены в ошибках соперниц, что предпочитают не рисковать. Впрочем, есть еще один вариант. Возможно, Щербакова готова прыгнуть два четверных и даже собирается это сделать, но обнародовать эту информацию группу Тутберидзе не будет. Усыпить бдительность соперниц, снять давление со своей подопечной, грамотный тактический ход. И эта хитрость вполне может помочь Щербаковой выиграть первый крупный международный титул в карьере. Тренировку лучшие фигуристки России испортили проблемами с музыкой. На контрольный прокат своей программы Анне Щербаковой пришлось настраиваться пять раз. Церемония открытия и соревновательные прокаты еще не начались, но фактически чемпионат мира по фигурному катанию уже стартовал. И на первой же тренировке в Стокгольме не обошлось без эксцесса с участием российской фигуристки. Главному фавориту женского турнира Анне Щербаковой пришлось поволноваться, пока организаторы тщетно пытались включить музыкальное сопровождение ее программы. Утром 22 марта организаторы впервые пустили участников чемпионата мира на арену, где уже все готово к прокатам лучших фигуристов планеты. На тренировке российские фигуристы в массе своей выглядели убедительно и обходились без грубых ошибок. У женщин удивило и порадовало Александра Трусова. Вопреки планируемому набору прыжков, опубликованному на официальном сайте турнира, Саша явно показала, что собирается прыгать в короткой программе тройной аксель. Ученица Плющенко идеально исполнила этот элемент в прогоне короткой программы. Кроме того, Трусовой покорились четверные тулуп, Сальхов, Луц, Флип с руками наверх, а также каскад четверной тулуп, Ойлер, тройной Сальхов. Просто потрясающий набор прыжков и очень качественное исполнение. Если русская ракета повторит подобное в соревновательных условиях, то без победы из Стокгольма вряд ли уедет. Елизавета Туктамышева вне прогона исполнила каскад тройной аксель, двойной тулуп, а вот в самой программе не стала делать сложных прыжков. Не лучшим образом сложилась первая тренировка в Стокгольме для Анны Щербаковой. Единственная попытка четверного прыжка завершилась падением с флипа. Ко всему прочему, организаторы долго не могли поставить музыку к произвольной программе лучшей фигуристки России. Конечно, такие технические заминки в первый день не являются криминальными. Но то, что она испортила тренировку именно Щербаковой, главной надежде сборной России на золото, безусловно, настораживает. Нашей фигуристке пришлось пять раз настраиваться на прокат своей произвольной программы, и в итоге он получился далеко не самым удачным. Очень хочется верить, что это всего лишь случайность, а не намеренная попытка организаторов вывести Щербакову из себя. Проблему с музыкой могут выбить из колеи кого угодно, тем более на чемпионате мира, где результат складывается из малейших нюансов. Какова бы ни была его природа, инцидент с задержкой проката действующей чемпионки России на тренировке перед чемпионатом мира заставляет насторожиться. А вот тяжелое катание и ошибки самой фигуристки не должны сильно огорчать, ведь Аня не раз выдавала потрясающие прокаты после откровенно неудачных тренировок.